на самом деле ловлю кайф от нескольких вещей первое это все-таки сделать что-то что было бы полезно например делаем изделие его применяют врачи для лечения пациентов это классно но также кафе конечно ловлю и просто прямого общения с пациентами я понимаю что наверное мне когда-то придется сделать выбор потому что невозможно как бы усидеть на двух стульях можно делать много дел но не одно совершенстве а здесь придется выбрать поэтому сложно пока даже сказать что главное мое достижение это регистрация медицинского изделия называется гистографт фактически это генактивированный материал который мы разработали в коллективе и внедрили в клиническую практику что это значит простыми словами генактивированный материал это изделие которое по внешнему виду напоминает белый такой песочек песчинки диаметром не более там миллиметра и на поверхности этих песчинок нанесены специальные молекулы которые стимулируют регенерацию костной ткани соответственно если песчинки эти поместить зону костного дефекта куда-то где кость утрачена где нужно ее воссоздать происходит стимуляция регенерации костной ткани и кость постепенно восстанавливается как раз таки за счет этого материала это яркий пример создание такого знаете экстремально яркого биотехнологического продукта в российской федерации которые дают возможность получать эффективную помощь пациентам аналогов вам сто процентов скажу нет абсолютно вся концепция совмещения одного действующего начала и второго действующего начала в одном изделии именно технология этого совмещения отработка этой технологии вопрос стерилизации это абсолютно вклад ильи когда видишь какую-то разработку ты доверишь свое изделие вроде как на веришь ты видел его надо клинике видел его в кроликах что-то с ним делал но у меня то есть возможность еще и в клинической практике его использовать для того чтобы восстановить зубной ряд ну на данный момент наиболее адекватным методом является дентальная имплантация а чтобы сюда ее осуществить здесь нужно будет вновь образованная кость костная ткань мы должны будем здесь вырастить новую кость восстановить чем целостность челюсти и вот здесь мы как раз будем использовать гистограф самую разработку которая зарегистрирована и применяется в россии сначала пересыпаем его куда-нибудь стерильную емкость после этого его можно либо немножко смочить физраствором чтобы та самая генная конструкция регидратировалась пришла в активную форму дефект довольно большой где-то три кубических наверно сантиметра но процентов 60-70 мы заполнить должны ну и вот это все мы разместим костного дефекта и вот когда через четыре месяца уже на этапе установки имплантатов я вот все это дело раскрывал убирал сетку и смотрел на регенерат просто своими глазами вот это было удивительно что там полностью выросла кость причем она мы снимали даже видео по этому поводу стучали по ней инструментом чтобы доказать что это кость и аптат оттуда забирали там действительно выросла кости вот это было прям действительно очень приятно я понял что действительно все то что мы там думали что вот она вот так вот сработает она действительно сработал именно так как и должно точно знаю что года наверное в 3 или в 4 когда меня спрашивали ну стандартную фразу типа кем хочешь там стать там и так совершенно точно среди прочего было слово хирург я наверное тогда еще вообще не осознавал что такое хирургия и вообще что такое хирург но почему-то как-то вот это там прозвучало вырос я в глубинке это такой небольшой городок на 12 тысяч жителей поэтому когда встал вопрос о том куда поступать учебные заведения с контрактной основы не рассматривались потому что и финансовое положение было скромным и целом это могло быть немножко неподъемным вариантом поэтому выбор пал на военно-медицинскую академию то что стать военным это дань отцу него отец был военный военный летчик а то что медицина это был выбор самого ильин у нас бабушка была медиком она была фельдшером у нас в доме было несколько толстых словарей по медицине он их постоянно листал вот ему нравилось вот там что-то находить какую-то интересную информацию параллельно я не могу сказать что я был очень физически развитым а подтягиваться надо было как сейчас помню 12 раз на пятерку и еще пробежать три километра за 12 минут вот я не мог этого сделать поэтому повесил турник где-то в уголке сарая и вот на нем подтягивался такой ржавый у меня от него мозоли оставались даже более интенсивные чем от обычного каждый вечер он бегал несколько километров пробегал от кувшинова до деревни пень то есть он готовил что уже целенаправленно на поступление в академию могу сказать совершенно точно право и медицинской академии учиться мне там очень нравилось но учиться было непросто прежде всего потому что это все таки военная структура и там нет какого-то свободного времени особенно на казарменных курсах и например часы самоподготовки это совершенно как бы не секрет мы там часто проводили убирая листья в парке и соответственно готовиться приходилось занятиям следующего дня в том числе ночью как только дежурный по академии уехал все кто хотят поучиться встают за учебники значит на взлетку взлетка это коридор в казарме а значит все садятся на стульчик и в общем читают к утру с сентября взлетка была вся полная то есть весь курс 100 человек практически без исключения вот все выдвигали ночью эти стульчики все сидели там чего-то заучивали ну и как бы это не пафосно звучало к концу года там было всего несколько человек и я в том числе илья тогда было 16 лет это был первый курс факультет подготовки врачей для ракетных и сухопутных войск а я был начальником курса это просто ну практически царь и бог это тот кто управляет твоим личным временем тот кто может тебя отправить на работу отпустить или не отпустить в увольнительную первые полгода командир кого замечает ну на языке военных тех кто залетает поскольку илья не залетал он был хорошо воспитан вечерняя поверка идет фамилия на букву б второй взвод курсант базу я и слава тебе господи все хорошо но у меня не было с ним никаких взаимодействий вплоть наверное до конца первого года он меня там сильно не ругал потому что я вроде как успеваемости там все успевал так скажем уже в конце первого года было понятно что некий курсант базов ходит в когорту курсантов которым нужно наверное повнимательнее присмотреться с точки зрения создания дополнительных условий посещения кружков на кафедрах то есть развитие каких-то способностей которые у парня явно были я просто предложил уже как будущий преподаватель чтобы он не уходил из поля зрения и присоединился к нам к нашим исследованиям я конечно же согласился представьте на первом году мне там 17 лет и тебе начальные курсы царь и бог говорит а хочешь со мной еще наукой позаниматься ну конечно же что ты скажешь конечно хочу я тогда еще очень мало чего понимал но в принципе понимание выстраивалась ну довольно интенсивно он давал мне определенную литературу которую я должен был освоить чтобы его же словами выражаясь говорить с ним на одном языке параллельно с этим конечно мы стали ему передавать работы связанные с тем объектом который мы изучали мы занимались костной ткани илья потихонечку стал вливаться в изучение регенерации костной ткани и из этого в общем то откристаллизовался его интерес если хотите к практической хирургической остеологии еще в стенах военно-медицинской академии когда я учился мы выполняли ряд исследований все исследования были посвящены регенерации костной ткани и мы использовали так называемые стволовые клетки там и прочее а потом поняли что вся эта научная тематика по крайней мере в наших руках не работает должным образом потому что кость сложная история таблетку не дашь укол в кость не сделаешь туда нужно как-то доставить это активное вещество и 2011 году когда я уже закончил академию возникла как раз идея у моего научного руководителя еще ряда коллег о том чтобы использовать не живые клетки для стимуляции регенерации а фактически гены случае нашего изделия ген который кодирует белок который в свою очередь стимулирует образование сосудов нам кажется что кость она статично на самом деле метаболизму кости очень серьезно во время регенерации максимально серьезно поэтому вопрос сосудистого снабжения вопрос собственных сосудов в этом костном регенерате это вопрос номер один без них ничего не будет основная проблема еще была в том что нельзя просто из этого при поднять этот препарат и полить зону костного дефекта просто потому что просто в виде жидкости потому что это все выльется потому что это никуда не попадет и никак не сработает и здесь нужно было объединить сразу несколько технологических таких подходов и биоматериаловедения то есть там должны быть какие-то материалы которые замещают время на костный дефект и вот эту молекулу которая несет свой эффект и их еще и как-то объединить и на самом деле ключевая технология которая и в принципе у нас и запатентована и она как бы сердце нашей такой технологической вот этой всей платформы это как раз способ объединения вот этих любых фактически генетических структур плазминных днк и фактически любых биоматериалов ну и твердых и мягких и гелевых прежде всего твердых с твердыми самая большая проблема это изделие медицинская бинарная состоящая из двух компонентов компонент первый это носитель компонент второй это действующее вещество носитель здесь не пассивный это разработка института металлургии материаловедения не бойкова профессор комлев владимир сергеевич нужно создать как бы синтетический материал то есть обмануть организм чтобы он понимал что это свой все он бы не выкинул и сказал что это лишнее это не мое поэтому создание матрица было уделено достаточно большое внимание профессор комлев добился не только химического сродства но и определенного рельефа который очень нравится клеткам костной ткани они селятся и работают на нем гораздо лучше чем в другом месте те самые гранул белого цвета это та самая керамика результат многолетнего труда комлева это синтетическая кость максимально органо типичной форме а второй компонент действующее начало это препараты для генной терапии но если совсем по простому клетка получив новый вот этот генетический материал в течение определенного времени будет его использовать за это время он успевает выполнить свою работу и стимулировать рост сосудов а сосуды нам нужны для регенерации самых разных тканей в том числе костной ткани то есть задача этого изделия заполнить собой дефект в кости и обеспечить максимально быструю перестройку чтобы это место заполнения механически не было ущербным чтобы как можно в более короткий срок она вновь приобрело все физические механические характеристики исходной кости данный препарат дает возможность достаточно быстро и эффективно создать достаточный объем ткани для того чтобы провести операцию синус лифтинга это самая распространенная операция которая делается там на тик там условно каждому десятому пациенту когда зубы утрачиваются у людей а дальше в этом месте происходит резорпция кости кость рассасывается потому что организм понимает у нас зубов нету значит там наверное кости нужно поэтому кость постепенно уходит а когда человек вдруг возвращается к мысли что неплохо было бы восстановить зубной ряд то оказывается что кости недостаточно чтобы там что-то сделать установить лентальный имплантат и так далее и вот приходится кость наращивать и это как раз те случаи когда сама то она не нарастет нужно использовать какие-то материалы и вот это один из материалов один из вариантов путь от идеи до реализации он как известно может быть неопределенно долог от от какого-то минимального времени до бесконечности надо полагать что подавляющее большинство если не 90 процентов хороших идей так и остаются на бумаге в головах в столе в ящике где угодно но в практической жизни выходит наша задача как раз была реализовать концепцию придумал проверил внедрил я не могу сказать что моя заслуга была самой идеи да просто я на тот момент еще только-только закончил там военно-медицинскую академию такими идеями еще сыпать принципе не особенно мог но пришлось все это узнать пришлось в это погрузиться а далее ну по мере того как все таки проект начал развиваться вот эти поисковые исследования начинали приносить какие-то уже ощутимые результаты стало понятно что все таки это может выстроиться в прикладное направление и вот этот весь путь от разработок до регистрации уже я проходил как руководитель всего этого проекта вы знаете нет или нет гистографта абсолютно его детище мы помогали как могли мы помогаем и будем помогать но он локомотив двигатель и он ядро абсолютно конечно благодаря его усердию эффективности ответственности высокой ответственности он был очень высок и сейчас высоко ответственный молодой человек мы смогли создать совместно такой препарат я хочу подчеркнуть что это не потому что так звезды выпали эта работа это титаническая работа ильи это титаническая работа артура исаева это титаническая работа там исследователей которые были внутри этого проекта так что это все результат труда это не просто какие-то счастливые значит случайности нет самое важное достижение это было как раз регистрация этого изделия это действительно было знаковое событие когда у вас есть какой-то кандидат в изделии уже ощутимый вы его держите в руке а дальше вот чтобы его мы смогли держать в руке другие врачи и использовать для лечения пациента должен быть пройден определенный путь и вот этот путь регистрации с этими всеми исследованиями занял у нас 16 по 19 год ну то есть более трех лет поэтому конечно же когда там в 20-х числах апреля 2019 года все-таки раздрав надзор принял решение выдать нам регистрационное удостоверение это было конечно большое счастье я тогда впервые подумал что теперь можно подумать о какой-то спокойной работе такого знаете около пенсионного что ли формата потому что это было наверное для меня лично второе глобальное дело которое в общем то если хотите оправдывает мою работу как врача первое дело это участие в регистрации первой генной терапии в россии и теперь первое генактивированное изделие для ускорения регенерации так случилось в моей практике одним из пациентов стала моя мама маму я прооперировал ну совсем недавно на самом деле прооперировал ее как раз таки с гистографтом он решил заняться моими зубами здесь он не сделал синус лифтинг здесь верхняя челюсть левой стороны это вот такая процедура когда разрезается десна туда вставляется вот этот порошочек который восстанавливает костную ткань и через 6-8 месяцев костная ткань должна постановиться и тогда можно ставить имплантанты операция прошла абсолютно по плану и у нее все зажило хорошо поэтому теперь все шансы что там вырастет нужное количество кости я доверяю сыну полностью он талант и настоящий профессионал есть ситуации где требуется изделия более малоинвазивные то есть например который можно вводить со шприца то есть есть какой-то минимальный доступ вот это и гель и изделия изготовлены с использованием технологии трехмерной печати персонализированные такие имплантаты и мембраны и другие формы генактивированных материалов вот это сейчас и формирует вот этот весь контур научных исследований которые мы ведем и если эта линейка всех медицинских изделий выйдет то действительно лечение там пациентов самой широкой патологии то есть не только с костями там но и с повреждениями там кожи с патологией суставов прочим но она действительно будет ну как если не будет решена то точно приблизиться к решению там хорошим шагом то есть если удастся реализовать все планы я не знаю даже о чем мне останется еще мечтать но это наверное приземленно немножко то есть да но на самом деле это правда то есть вот хочется реализовать что то что мы запланировали но я думаю что илья станет большим ученым он стремится к цели он талантливый добьется больших результатов жизни говорите были как обученным мирового уровня я бы пока поостерегся и вовсе не потому что он не соответствует этому определению а чтобы у парня голова не закружилась преждевременно да у него впереди большая прекрасная светлая замечательная жизнь и в ней еще будет огромное количество причин чтобы у него закружилась голова пускай это случится позже чем сейчас илья хороший мальчик ему повезло у него были хорошие учителя дело в том что очень многим в этой жизни даются шансы которые должны люди использовать вообще для того чтобы куда-то вырасти развиться достигнуть каких-то определенных высот кстати говоря многие этого не используют на самом деле иногда не замечают просто кому-то что-то лень и так далее вот илья в этом плане он молодец он собрал все лучшее от своих учителей и смог направить его для своего развития будущее любого человека или и в том числе оно в общем то неразрывно связано с тем будущем которое формируется вокруг мне бы хотелось чтобы это будущее связано было с нашей страной чтобы оно было связано с развитием нашего научного коллектива научного и врачебного потому что я считаю что та идеология которую мы внутри коллектива исповедуем фундаментальное исследование с обязательной практической такой привязкой с обязательным внедрением это очень полезная для всего нашего общества работа и и Субтитры создавал DimaTorzok